Рад вас всех приветствовать после определенной паузы. Я возвращаюсь в эфир, возвращаюсь к вам. Надеюсь, что наши встречи будут чаще, и их темы будут для вас все полезнее и нужнее. Буду рад, если вы будете предлагать какие-то свои темы, свои взгляды. Мы будем это обсуждать. Можно записывать ответы на вопросы, можно какие-то практические действия предлагать, объяснять. Есть еще одна интересная идея. У меня одна подписчица, что называется, подкинула хорошую такую мысль. Но об этом мы поговорим позже. Тоже некое взаимодействие такое с вами. Потому что, по сути, все равно это все делается для вас. Я это все и так знаю. А с вами я с радостью делюсь. И я рад всех приветствовать, всех зрителей и подписчиков канала Василиска. Сегодня я отвечаю на вашу просьбу. Неоднократно вы писали об этом, чтобы я рассказал о праздниках, которые я часто упоминаю. И один из них приближается к нам. Это 21 сентября. Будет Мабон. Вы просили, чтобы я что-то рассказал, чтобы более подробно, что это за праздники и вообще, может быть, как их отмечать. Вот сегодня я расскажу об этом. Вначале я, как всегда, попрошу вас поставить лайк. Кто не подписан, обязательно подписаться. И, конечно же, постарайтесь переходить и подписываться на Телеграм. Ссылка на Телеграм в описании этого ролика. В Телеграме я как раз больше выкладываю каких-то практических вещей, каких-то практик, каких-то мыслей, значений, касаемых и колеса года в том числе. То есть то, о чем мы сегодня с вами говорим. Ну, это практики там и про новолуние, и полнолуние, и про растущую или ущербную луну. В общем, какие-то вещи, которые могут вам пригодиться в жизни. Но в нашей жизни все начинается с мысли. И еще на канале, в Телеграме, как мне кажется, очень много правильных и нужных мыслей. И, по крайней мере, они проходят сквозь мой личный фильтр. И это то, с чем я согласен. И то, что может нам и вам принести какую-то реальную и ощутимую пользу. Итак, сегодня мы говорим о колесе года. Я не буду подробно окунаться в историю. Я не буду, как появились названия. Все это есть в интернете, в избытке. Наберите, загуглите, что называется, праздники колеса года. И вам все об этом гугл расскажет, все опишет, все объяснит. Наверное, я сегодня пропущу это все через личные собственные ощущения. И, конечно, мы пройдем все колесо. И все начинается во тьме. Вот в этот момент ведьмы очень разнятся. Большинство считает, что Новый энергетический год начинается в темный Самайн. Когда с 31 октября на 1 ноября. Он более известен у нас как Хэллоуин. Но это темный Самайн, это время поклонения мертвых. И концепция этого, это как зарождение жизни. Вот во тьме, во чреве зарождается новая жизнь. Постепенно она там развивается. Время идет. И мы приходим к светоносному Йолю. Мы достигаем самой темной точки года. Когда самая длинная ночь, самый короткий день. Это Йоль. Я считаю, что все-таки переломный момент и начало года – это Йоль. Вот есть группа ведьм, которые считают, что Йоль – начало года. А есть группа эзотериков, которые считают, что все-таки начало года – это предыдущий праздник Самайн. Но к Самайну мы еще вернемся. А сейчас давайте начнем с того, что в Йоль – это зимнее солнцестояние. Зарождается свет. Да, это самая темная точка года. Это самая длинная ночь. Но именно с этой ночи день начинает расти. И это астрономический Новый год. Потому что Солнце начинает пребывать. Оно достигло своей найнижшей, самой низшей точки. И оно начинает подниматься. И все выше над горизонтом становиться. И все больше обогревать Землю. И, как мне кажется, вполне логично, что это и есть начало Нового года. И вот как из чрева, из предыдущей тьмы зарождается свет. И мы, как люди, мы, как практики, мы возрождаемся и радуемся этим новым энергиям. Мы зажигаем огни, наряжаем ёльское дерево, которое благодаря христианству закрепится и в результате превратится в новогоднюю ёлку. Но у этого праздника более древние корни и традиции. Все праздники Колеса Года гораздо более древние, чем любые христианские. Христианство потом воспользовалось этим благополучно. И мы ещё кое-что отметим среди праздников Колеса Года. Как они теперь воспринимаются в христианстве. И так Солнце начинает подниматься над горизонтом. Дни становятся всё длиннее. Понемножку, по чуть-чуть, но свет возвращается в этот мир. Мы приветствуем новое Солнце. Мы говорим, колесо повернулось, силой вернулось. Так мы празднуем начало благословенной, светоносной ёль. Следующий праздник по Колесу Года наступает 2 февраля. Это огненный имболк. В это время мы вспоминаем о том, что свет увеличивается. Мы зажигаем костры. Таким образом мы как будто бы помогаем Солнцу становиться ещё ярче. Современные ведьмы, новоязычники отмечают имболк дома, зажигая много свечей. Есть такая традиция зажечь, например, все лампы. Все, 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 в каждом углу, чтобы не было тьмы. Таким образом вы благословляете дом. Вы привлекаете свет и добро в свою квартиру, в своё помещение, в свой дом, в своё святое место, обиталище своё. И в это время стригут овец. В Британии, откуда пришла эта традиция, всё-таки немножко климат потеплее. И там уже порой прорастает, немножко зеленеет трава и прорастают первые какие-то там крокусы. Начинают вылезать из земли. И мы как язычники, мы все благословляем землю. Благодарим за то, что начинается рост. Этот рост становится видимый. Если вьёль всё ещё занесено снегом, то в феврале, 2 февраля уже начинаются какие-то, ну и у нас в стране тоже более южных регионов, уже начинают какие-то почки, уже начинает земля, начинает демонстрировать свою жизнь. И мы благословляем землю, напитываемся этой энергией, эта энергия роста, и это всё направляется на наше благополучие. Мы из этой энергии лепим своё будущее, лепим то, что мы хотели бы обрести в этой жизни, загадываем желания. И практикуем благодарность природе за то, что она снова вернулась, тепло вернулось, жизнь вернулась. Это происходит 2 февраля, и это имболг. Следующий по колесу года мы двигаемся, и к нам приходит 21 марта. Это очень важная точка года, потому что это весеннее равноденствие. День и ночь становятся равны. Если у Ёль была самая длинная ночь, и самый короткий, и самый короткий день, то всё уравновешивается в Астару 21 марта. Сразу хочу сказать, что, конечно, эти даты, они условны. Там всегда плюс-минус, иногда праздник какой-то отмечают 3 дня. Там, например, 20-го, 21-го, 22-го марта. Ведь, ещё раз говорю, что я не хочу повторять банальные истины, которые можно найти в интернете. Для меня важнее взаимосвязь вот с нами, с людьми. Как мы себя чувствуем, и как мы находимся, что мы можем взять, да, какие энергии из этого мы можем вытащить. И 20-го, 21-го марта, мы празднуем силу света. Потому что после этой черты, за этой границей, день увеличивается. День становится длиннее ночи. Это победа света над тьмой. Победа светлого и лучшего. И я всегда говорю и считаю, что с 21-го марта по 21-го июня – это вот идеальнейшее время для планирования, проектирования, создания. Вот все желания, все практики, направленные на рост, в этот момент имеют особую силу, напитываются особой мощью, особой энергией. И вот с 21-го марта, солнце увеличивается, день становится длиннее ночи. И мы все празднуем эту победу света над светлой стороны, над темной стороной. Следующий по календарю у нас 1-я мая. Это яркий Белтейн, весенний Белтейн. В это время, это особая такая колдовская ночь. Считается, что в это время просыпаются феи и эльфы. Это начало кельтского лета. Потому что у кельтов лето начиналось, ну так вот они считали примерно, на 1-е мая, на Белтейн. А осень начиналась на Лугнашад 1-го августа. И тогда солнцестояние, что очень логично, летнее солнцестояние, 21-го июня, было серединой лета. То есть вот логика прям железная. 1-го мая начало, 21-го пик лета, и 21-го июня, и 1-го августа, начало осени. Вот такой магический треугольник. Так вот, кельты считали, что 1-го мая начинается лето. Просыпаются все духи земли, феи, эльфы. И их можно увидеть. Особые ритуалы и силу имеет в эту ночь боярышник. Если взять ленту, соответствующую цвету желания, и с искренним прям желанием и просьбой повязать ее в эту ночь, именно в ночью, повязать ее на боярышнике, то это желание обязательно исполнится. Также это время любви, это время объединения сил, объединения энергий, противоположных энергий, одинаковых энергий. Это время слияния. И есть такое поверье, что если пара занимается любовью в ночь, с 30 апреля на 1 мая, то они не расстанутся ровно еще один год и один день. В это время мы празднуем, мы также зажигаем костры, мы празднуем силу любви, мы празднуем силу желания жить, продолжение жизни, удовольствие от жизни, комфортной жизни. Все практичные заклинания и какие-то практики, энергетические практики, направленные на обогащение, на укрепление дома, на укрепление семейных уз, вот они для Белтейна идеальны. И мы в это время занимаемся именно этими вещами. Следующий праздник, который у нас следует по колесу года, это 21 июня. Это светлая лита. Это пик солнечного света. Мы достигаем самого длинного дня и самой короткой ночи. Лучше всего в это время, конечно, не спать, а проводить его на улице, у водоемов. Существует масса различных практик, ритуалов по встрече литского солнца, первого, вот этого самого сильного дня солнца, самого яркого солнца. К солнцу обращаются также с просьбами, также обращаются к нему с какими-то ритуальными вещами. Можно заряжать амулеты на удачу, на успех. Это очень сильный день. Это может быть даже самый сильный день, энергетический самый сильный день. На Руси это всегда была Иван Купала. Опять же, православная церковь взяла старинный праздник солнцестояния. На Руси он назывался просто Купала. Подогнала дату рождения Иоанна Крестителя. И праздник превратился, соединились как бы названия, и ему превратилось к Ивану Купалу. Иоанн Купала отмечается как раз 21 июня. Но изначально это была просто Купала. Никакого Крестителя Иоанна мы не знали. Предки наши не знали. Следующий праздник, к которому мы приходим, это уже начало осени. Это уже 1 августа, и приходит Лугнасад. Мы празднуем первый урожай. Мы празднуем первые плоды, которые появились, дала нам, даровала земля. Это уже своего рода такие энергетические роды. Мы больше начинаем задумываться о том, что мы будем делать осенью и зимой, какие запасы мы соберем, как мы будем жить, что мы будем сохранять. И 1 августа начинается кельтская осень, и это время благословения первого урожая. Это время большой-большой благодарности этой планете, Земле, нашим близким, за все, что они нам за этот период отдали, все, что они могли нам воплотить, помогли нам воплотить. Мы это вот все празднуем и благодарим 1 августа. Лугнасад. Следующий праздник, это вот тот самый Мабон, который уже приближается 21 сентября. Мы отмечаем осеннее равноденствие. Мы снова приходим к тому, что ночь и день равны. И в этот момент свет, светлая сторона, она проигрывает темной стороне, потому что ночи становятся длиннее, день становится короче. И это особое время, это праздник второго урожая. Мы благодарим мир за вторые плоды, за следующие плоды, которые даровала нам планета, даровала нам Земля. Это могут быть плоды не только в форме яблок и ягод. Это плоды того, что мы достигли, к чему мы пришли, что мы поняли и осознали за это время. А ведь мы всегда связаны, мы, все состоит из энергии, мы состоим из энергии. И, безусловно, эти даты и точки влияют на наше с вами состояние, настроение. И эти праздники, они напоминают нам задуматься о себе, постоянно как бы жить настоящим и осознавать, что же происходит сегодня со мной и что я сделал для своего завтра. и насколько я благодарен своему вчера. И 21 сентября мы будем переходить на темную сторону мира. Мы будем больше обращать на темное. Ведьмы считают, что это время погружения в себя. За это время мы должны погрузиться, мы внутрь себя, мы должны искать ответы не во внешней стране, не во внешних праздниках, ни в ком-то, кто стоит рядом с нами, а ответы все находятся внутри нас. И этот праздник нам напоминает праздник второго урожая. Следующий праздник, к которому мы подходим, это Самайн, это темный Самайн. Это начало самого темного периода. Хэллоуин. Уже с христианством появляется это название Хэллоуин, это такое сборное из английских слов, как День Всех Святых, потому что День Всех Святых отмечается 1 ноября, и 31 октября на 1 ноября происходит темный Самайн. Вообще он празднуется несколько дней. Ничего плохого, дьявольского, чертовщина, ничего в этом нет. И хочу вам напомнить, что язычники и неоязычники, они не верили никогда в дьявола, в их пантеоне нет ни станы, ни дьявола, так же, как и современные неоязычники в это вообще не верят, потому что Бог и дьявол это мы сами. Мы сами выбираем, с какой стороной нам работать, к какой стороне нам обращаться. И это можно делать даже в самый светлый день, можно все равно найти место для тьмы. И есть хорошее выражение, что чем ярче свет, тем насыщенней тень. Да, чем ярче светит солнце, тем концентрированней, тем становятся наши тени более черными. Поэтому не будем, наверное, концентрироваться на плохом или хорошем. Давайте просто все держать в балансе, в разумном балансе. И приходит Самайин, а это праздник третьего урожая. Заметьте, да, три праздника урожая, ничего не напоминает вам. А это, опять же, можно возвращаться к христианской церкви, можно вспомнить три Спаса, яблочный, хлебный, медовый. Откуда пошло изначально? Изначально, конечно, пошло из язычества. Корни, наши предки были мудрее. А потом православие, ну и просто христианская церковь подсозревает, что все это подстроило под себя. Так что же такое Самайин? Самайин – самая темная точка. Это точка прозрачности мира. В это время наиболее хороши практики общения с ушедшими, общения с параллельным и потусторонним миром. Если провести прямую линию, то от Самайина мы сразу упираемся в Белтейн по колесу года. Скажем так, это две спицы одной параллели, потому что что на Белтейн утончается эта грань и на свет проявляются, станутся более активными и можно устанавливать контакты с духами низших миров. Низших – это очень условно. Так же, как и в Самайин, мы можем устанавливать связь с духами других миров. Мы можем услышать голоса наших ушедших предков, может, вступим в контакт, в диалог с некими сущностями. В моей практике были вообще нереальные вещи. Я даже помню, как еще по большой молодости мы пошли праздновать Самайин в лес и как гуляли эти тени. Это достойно отдельного рассказа. Это вот как раз эти истории очень хорошо рассказывать, когда устраиваете посиделки. Например, на Хэллоуин, на Самайин. Это вообще время уюта. И опять же, то, что я говорил о Мабоне, что это время погружения в себя. Самайин это, наверное, самая глубокая точка для погружения в себя. Вот этот период прожить внутренним миром от Самайина до Йоля. То есть мы снова возвращаемся к некому чреву, из которого мы будем рождаться. Мы снова, наша жизнь снова погрузилась во тьму. Но это такая энергетическая смерть, символическая смерть. Но смерть это никогда не конец. Это всего лишь какая-то пауза. Это перед началом нового. Это перед началом возрождения. Все заключено в круг. И мы часто ходим по кругу, и мысли наши часто ходят по кругу. Важно, чтобы этот круг был не просто замкнутым, а чтобы это была спираль. Мы делаем вроде все то же самое, но мы постоянно растем, мы постоянно обогащаемся, мы постоянно становимся сильнее, мудрее, глубже, ярче, больше. И это дает нам спираль. И мы снова после Самайна приходим к Йолю, колесо замыкается, и начинается новый этап возрождения. Снова возвращается свет. Я надеюсь, что вам было ясно как-то. У меня есть на канале видео кому интересно, которые посвящены определенным праздникам. Они еще не для всех праздников есть эти видео, но в общем я планирую снять промо-бон в ближайшее время. Я надеюсь, что вам была информация полезна, она была вам интересна. Оставьте пожалуйста свои комментарии о том, как вы отмечаете, отмечаете ли вы вообще, или может вы планируете теперь отмечать и обращаться к энергиям этих особых дней. Колесо года всего их восемь. И это напоминание нам о том, что надо жить здесь и сейчас и обязательно замечать происходящее в мире, в жизни, в природе, на планете. И наверное все-таки стараться делать этот мир, эту жизнь как можно лучше. Для всех, кто ищет Бога, надо обязательно найти его прежде всего в себе, потому что мы созданы по образу и подобию. У каждого из нас есть частичка Господа. Давайте найдем ее и начнем уже из этой точки двигаться вперед, развиваться и становиться лучше и стараться лучше делать еще и этот окружающий мир. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и обязательно переходите в Телеграм, там тоже будет много чего интересного. Благословенны будьте!